Расбумба Словом, русский характер получил здесь могучий широкий размах. Среди запорожских казаков были их сыновья-бумбы. Младший сын Андрей не знал, что такое обдувывать, рассчитывать или измерять заранее свои и чужие силы. Бешеную небо и упоение видело в битве, что-то пиршественное зрелость ему в ней. И удивился старый Тарас и говорил, добрый казак, враг бы не взял его. Но историю рассудил иначе. Очень скоро, глядя в очень прекрасный полячик, Андрей скажет, а что у меня, отец, товарищи и отчизна? Нет у меня никого, отчизна моя ты. И все, что мне есть, отдам, в углю за такую отчизну. Сказавший это, погиб казак. Пропал для всего казацкого рыцарства. Не видать ему больше ни запорожья, ни отцовских хуторов своих, ни церкви божьей. Вырвит старый Тарас, святой хлоп волосы своей чубрины, и проклянет день и час, в который породил на позор себе такого сына. Когда они встретились на поле брака, Андрей услышал отцовское, слеза из коня, и не шевелись. Я тебя породил, я тебя люблю. И Тарас выстрелил, как хлебник полос, подрезанный серфом, повис Андрей головой, и повалился на драку, не сказавшими словами. Глядя, как полотно было, Андрей. А ведь еще минуту назад видно было, как тихо шевелились устали. И как он произносил чье-то имя. Но это не было имя отчизны, или матери, или братья. Это было имя прекрасной полячи. Поехали. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Власть в Казахстан! Добро пожаловать 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 в Казахстан! Казахстан Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан Казахстан Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Раскульма гулял во всей Польше и многое сбило во всякой шляхты. Это вам поминки по остатке, приговаривал он, и такие поминки отправлял в каждом селении. В конце концов, польское правительство увидело, что поступки Тараса были побольше, чем обыкновенное разбойничество, и коронному кейтему Николаю Вотоцкому было поручено с пятью полками поймать Тараса. Вотоцкий был достоин возложенного на него поручения. Неутомимо преследовал он казаков и настиг их на берегу Мистра, где губа занял для воздуха развалившуюся крепость. Четыре дни бились и боролись казаки, отбиваясь кирпичами и каменьями, а когда истощились их запасы и силы, Тарас решил сопробиться сквозь леды. Но набежала в атака и схватил ее под богачьи плечи. С гетьманского разрешения присудили спечь пойманного в руку, живого в виду всех. Притянули его железными цветнями к релестному стволу и, приподняв повыше, чтобы отовсюду был виден казак, принялись тут же раскладывать под деревом костер. Однако, Тарас, глядел не на костер, а на гнездо, радость блеснула в очах его, собрал он всю силу голоса, язычно скрещал к берегу, к берегу, хлопцы, спускайтесь по горной дорожке, там стоят челны, все забирайте, чтобы не было погони. Пустились казаки вовсю прыть под горной дорожкой, и вот уж скоро они были с конями, с конями в реке и отвязли челны. Тем временем огонь захватывал ноги, думаю, но разве найдутся на свете такие огни, мухи и такая сила, которую бы пересилила русскую землю. Постойте же, говорил Тарас перед смертью, будет время, узнаете ли, что такое православная русская вера? Не погибнет ни одно великодушное дело, и не пропадет казацкая слава. Путин, будет бандурист с седою бородою, и скажет он свое слово, и пойдет по всему свету слава эта, Ибо далеко разносится могучее слово, будучи подобно путящей колокольной меди. 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 КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» 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 Спасибо.